Абсолютная часть решения имени Российской Федерации. 18 августа 2017 года город Назарова, Назаровский суд составит председательствующего СИЗЫК при секретаре Бобковой с участием помощника прокурора Кирильчук, представителя административного истца Красноярского краевого отделения политической партии Коммунистическая партия Коммунист России Селезнева, представителя административного ответчика избирательной комиссии муниципального образования города Назарова Троязыковой, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному войску Красноярского краевого отделения политической партии Коммунистическая партия Коммунист России к избирательной комиссии муниципального образования города Назарова Красноярского края о защите избирательных прав, руководствуя статьями 175, 176, 177, 178, 179, 180, 244-й кассы Комиссии муниципального образования города Назарова Красноярского края номер 1166 от 4 августа 2017 года о регистрации общетерриториального списка кандидатов депутата Назаровского городского совета депутатов 5-го созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение политической партии Коммунистической партии Российской Федерации, признать незаконным и отменить. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краевой суд через Назаровский суд в течение пяти дней, со дня его принятия в окончательной форме. Подписано председательствующим. Участникам процесса понятно, что сроки обжалования понятны, что можно получить в понедельник в 10 часов утра. Политическая борьба Мазарова развернулась не на шутку. Впервые у нас такой прецедент, что партии снимают с выборов. Вы таким образом устраняете конференции? Мы таким образом боремся за честность этих выборов, потому что не мы первые начали. Эта борьба была навязана нам Коммунистической партии Российской Федерации, которая начала обращаться в суды и требовать снять наши списки в других регионах, в других территориях и так далее. В связи с этим мы должны были ответить на данный вызов политический, безусловно, более внимательно начали изучать документы КПР. Как-то двусмысленность некая в вашем ответе все-таки прозвучала. Все-таки за честность выборов или это такой ответный шаг? Безусловно, что это борьба за честные выборы, потому что когда одно избирательное объединение позволяет себе нарушать федеральный закон, который определяет порядок выдвижения и получает такой же статус, как и мы, для того, чтобы участвовать в выборах, это нечестно, несправедливо, и здесь нужно за это бороться. Но если бы они не сделали каких-то определенных шагов в отношении партии и коммунистов России, вы бы так досконально не стали изучать? Мы бы просто, наверное, получается, не став изучать вот эти обстоятельства, не выявили бы факты, которые были доказаны в суде, и, наверное, этого судебного процесса не закончили. Спасибо. Спасибо. В каком состоянии состоялось судебное решение? Будет все-таки обжалование, установленное законом сроки? Решение по обжалованию еще не принято. Я думаю на эту тему, пять дней есть, но мысли мои склоняются к тому, что это решение надо обжаловать. Для меня бы это было понятно в том плане, что, насколько я знаю, вы довольно-таки активно отстаивали свою позицию во время этого процесса, говорили о том, что все-таки избирательная комиссия – это люди достаточно компетентные и знающие законодательство, в том числе главный закон сегодня для нас, закон о выборах. Нет, основная наша позиция была такая, что в уставе коммунистической партии Российской Федерации написано, что бюро имеет право выдвигать кандидатов. Это первое, на что мы ссылались. Второе, в законе о выборах в органы местного самоуправления тоже указано, что там указаны конкретно, кто может выдвигать, и есть такое слово «иные». И вот это слово «иные» как раз очень даже подходит под бюро, которое выдвигает. И я не скажу, что суд согласился с этим, но моя позиция была понятна и принята. Какие перемены нас ждут? Политический список будет исключен. Что дальше? Нет, бюллетени, я думаю, мы будем печатать КПРР, потому что, может быть, апелляция, может быть, принято другое решение, но уже перед выбором придется или вычеркивать, или оставлять, какое будет решение суда. Уже апелляционной инстанцией? Да, если мы подадим. Если не будем подавать, то, я говорю, еще решение это не принято.